Ну что, друзья, сыгран первый матч, команда Vega Squadron оказалась сильнее, причем гораздо сильнее, чем VP Phoenix. Это, наверное, единственный на моей практике за последнее время случай, когда не зашел Undying. Удивительно, но факт, Undying не зашел, оказался он просто якорем в своей команде. Да там все стали якорями, не один так второй, то есть постоянно трешак какой-то происходил с командой VP Phoenix, может потому что Vega поднапряглись, а может просто потому что VP Phoenix не смогли сыграть. Но есть вторая игра, которая всех рассудит, давайте переключаться, собственно, на нее, уже пики пошли, и там все с вами и обсудим. Приятного просмотра, я надеюсь, этот матч будет последним, так чтобы никого не нервировать, уже пусть Vega додавят, и увидимся на основной стадии. Там они, если, кстати, выигрывают, то завтра они в 3 часа ночи будут играть против коллектива Na'Vi, и будет что посмотреть. Повторится у нас финал европейской квалификации, студия игрокам ТВ, у микрофона друг, приятного просмотра, переключаемся на матч. Ну и уже по пику команда Vega Squadron забрала себе Квапу, забрала себе Клокверка, Эмбер Спирита, и Дазл отлетает для коллектива Vega Squadron. По пику тут Эмбер Спирит, по идее, должен надрать задницы, но как пойдет. Бристлбэк, Висп, Лина и Шейкер. Снова, я вам точно говорю, это снова эксперимент в этом VP Phoenix. Феникс, попомните мои словами, VP Phoenix, скорее всего, отправят Бриста в мидлейн, и саппортить будет Висп у нас Бристлбэка. Алина где-нибудь будет фармить на легкой или еще где-нибудь. Но они действительно гораздо на выдумке. Фениксы частенько использовали данную комбинацию, сколько я наблюдал за ними во всех азиатских дивизионах. Скайросмаг, последний, отлетает в бан, и Спирит Брейкер от Vega Squadron отлетает в бан. Они даже и близко не верят, что это Шейкер, например, в сложную, или это Брист, например, в сложную. Нет, не верят и, наверное, правильно делают. Я думаю, что Брист отправится в мид все-таки. Если в сложную кто-то отправится, то Лина, скорее всего. У команды Vega Squadron немножко попроще ситуация. Клокверк отправится, в общем-то, в сложную линию. Я думаю, что Мак будет на нем играть. Ну, как думаю, знаю. Квин оф Пейн, это мидлейн для Ноуана, и Эмбер Спирит будет формить легкую линию. Герой для Паши. Даззл к нему в помощь, и еще один саппорт, необходимому ему в помощь. Дизраптора банят, и банят Скайросмага. Тут одни из самых популярных саппортов... Одни из самых популярных саппортов уже отлетели в баню. Я думаю, тут с Дизраптором насмотримся еще. Сколько не смотрю матчей, либо пик, либо бан. Либо пик, либо бан. Дизраптор и правда очень крутой, тут не поспоришь. Ну и Виверна, такая же подруга. Винтер Виверн тоже у нас постоянно отлетает либо в баню, либо ее кто-то забирает. С Андайенгом... Я думал, Андайенг будет обязательным. Нет, Андайенг не обязательный. МВП Феникс его пока еще не пикнули, а Vega Squadron поняли, что можно давать пикать данного героя. Из интересных банов Бруда. Вот Vega Squadron ушла в никуда. Бруда такая подруга, которой линия сжирает в соло. Поэтому лучше не шутить с Брудой. Ну и последний пик остался. Vega Squadron. Нуждаются в саппорте. Команда ВВП Феникс нуждается в... Пес его знает в чем. Нуждаются в победе, по большому счету. А как получится, сейчас узнаем. 30 секунд MVP Феникс, чтобы переломить ход данной встречи. Сейчас они уже проигрывают со счетом 0-1. И у них проблемы есть. Проблемы есть. И как с ними справиться, пока что толком не ясно. 16, 15, 14... Вообще времени остается мизер. Надо просто с чем-то... Отвечать. Vega Squadron укомплектовались стандартными плотными героями. Разор. Вот кого не видел давно, так это этого парня. И кто куда теперь будет отправляться, вообще непонятно. Разор. Если отправиться на мидлейн, куда девается Визп? Визп будет с Бристом где-нибудь на сложной, разве что. Лина с Шейкером на легкой линии. Как-то, наверное, так. Возможно, Брист вместе с Визпом отправится в сложную линию. Тоже схема классическая. Подзабытая слегка, но... Все еще помнится. Ну, Vega Squadron. Последний саппорт, которым необходим. У них есть еще порядка 40 секунд. Тут можно, в общем-то, и подумать. Сайенсера так и не видел здесь. Может, и не увижу. Ну, еще одна степень контроля какая-нибудь. Кто-нибудь с Станом или хотя бы хорошим Дизейблом. С Хексом, например, Леон. Или Шадо Шаман тысячу лет уже не видели. Или Вич Доктор, кстати, тоже с неплохим рассказом. Под Клокверка, под Коги. И Дез Вард, да самое оно вообще. Ждем 10 секунд. Энигма. Хо-хо-хо. Энигма, Даззл, Эмбер Спирит, Клокверк и Квапа. Энигма, скорее всего, будет у нас лесным. Я думаю, Соло туда отправится. Он уже забрал этого героя. Даззл с Эмбер Спиритом. Постоят в легкую. Причем в легкую постоят легкую. Клокверк отправляется на сложный лайн. Мак будет на нем играть. Ноуан. Забирает себе Квин оф Пейн. Ну и здесь Феби будет играть на Веспе. Марш будет играть на Бристолбеке. Фармить Квени на Разоре. Кьюа будет играть на Лине, на Мидлейне. И Шейкер от Натса. Ну, много тут дамажащих героев. Причем всех дамажащих, которые только можно представить. Даже Лина, которая у нас то саппорт, то ДДшник. И в данном случае Лине доверили очень важную роль. Я так понимаю, она будет стоять на Мидлейне. Ну да, пробустили Лину уже. На Танго, ну, Талисман есть у Лины. И надо просто фармить на Батлу. А это означает, что стоять ей на центральной линии. И стоять против Квапы. Феби с Маршем, как я и думал, отправились на сложную линию. Бристолбек плюс Весп. В легкой будет фармить Квени на Разоре. И помогать ему будет Натс на Шейкере. Ну и Кьюа отправляется на Мидлейне. Здесь Ноуан, естественно, Мидлейн. Сома за Слеер, скорее всего. С Эмбером отправится в сложную. Ого-го. Ого-гошеньки, ого-го. Но куда-то Энигму надо деть. Посмотрим. Ну, Магу отдают легкую линию. Стоять в соло. Или может еще пытается угадать командой МП Феникс, где кому стоять. Против Триплы не так-то просто здесь Клокверку будет простоять. Даже против Даблы не так-то просто. Тем более против такой неприятной Даблы, как Висп и Бристлбек. Фэби, вы видите. Пробустили его на Танго на всякие случаи. И сейчас Фэби уже у нас будет с Батлой. Все. 728 копеек. Фэби тут халявную руну получил. И Боттл, по идее, должен уже побежать к Фэби. Так и есть. Внимание на Курьера. Секси Варнат снесет Боттл. Фэби. Для команды МВП Феникс линия должна быть ненапряжной. Тем более стоять в соло против милишного героя. У Клока тут больше проблем должно быть, чем у Бристлбека. Соло на Энигме отправляется во вражеский лес. Ты будешь здесь все время? Ну, наверное, будет. Почему бы и нет? Все, соло начинает выфармливать вражеские леса. На свой лес забил. Там пусть, я не знаю, волки друг друга кушают. А вражеский лес, почему бы и нет? Ну, как-то жестковато немножко. Ноуанн получил фиссуру. И все. На этом пока что агрессия от команды МВП Феникс закончилась. Сема Зе Слеер против Разора. Чуть-чуть его харасит. Паша в это время фармит. Ну и Сема Зе Слеер гоняет у нас пока Разора. Интересно, какова будет раскачка от Разора. Феникс уже на один статик линг прокачал. Наверное, здесь не обойтись без плазма филда. Того же Сему Зе Слеера харасить. Да и где-то крипов добить, потому что спокойно Разору здесь не стоять. Это факт. Ну и Натса опять у нас поближе к ноуанну. Фиссура есть у Натса. А кстати, Слайдстрайк Кэреем с Драгон Слейвом можно и забрать ноуана. Ну и все. Фиссура и закончили агрессию. Фиссура и закончили. Кьё как-то не принимает участие в издевательстве над ноуанном. Поэтому неплохо себя Ква почувствует. Ну и затарили тут на отхилл всем, чем только можно было ноуана. У Кьё до батлы. Еще собирать и собирать. Приносит себе хилинг селф. Точнее несет. За Кохверхом выбрали. Ну и что делать здесь магу? Понятно. Наверное, мага здесь разберут. Фрэйбилу хпшный. Ой, как разбросало в разные стороны. Маг живет. Мага, я так понимаю, не видят. Мага продолжают здесь наваливать. Батарея с аута нет. Это главная проблема. Маг пытается свалить. Но здесь еще один спрей. И мага убивает. Это фестблат для команды MVP Phoenix. Как же сильно не хватало здесь батарея с аут. Я думаю, что Виспу так точно лицо бы оторвал. Виспу лицо оторвал. Не знаю, анекдот. Висп повесился. Ну что-нибудь Виспу точно бы поотрывал. Клокверк у нас. Но в итоге Маг слился на ФБ. И Кфени еще и Энигму должен здесь забрать. Соло уже накормил дэмэджем своего оппонента. Еще один удар. И Соло отваливается. Нет, Соло пока еще уходит. Все. Минус Соло. Разор забирает еще один фраг. В это время на мидлейне Лину у нас расковырял ноуан. Ну круто. Круто. 2-1 становится счет. По голде Феникса впереди. По экспириенсу впереди команда Вега Сквадрон. Кью отбросил чем только можно было по ноуану и Квапа. А что ржать-то Квапа? Чего смеешься? У Кью 10 на 4 по крипам. У Квинов Пейн 13 на 8. Чуть-чуть получше дела у ноуана, но не критично. Вообще там по крипстату давайте посмотрим, как дела обстоят. Марш наплевывает по магу. И Марша нормально так тавр здесь спирит. Ну здесь пришел под сейф от Феби. А Марша можно попробовать забрать. Прилетает сюда Сема Зеслеер. И Марш жиллоу хпшный. Его конечно отхиливает здесь Висп. Тут бы Виспу нащелкать. Но Виспа оставили в покое. В итоге Марш выхиливается. Ну на под сейф пришел Сема Зеслеер очень вовремя. Потому что Клок еще раз грозился слиться. Я думаю тут заплевал было. Бристлбэк. Маны куча. Хп тоже регенится как сумасшедшая. Так что конечно могли мага и развалить. Соло неугомонный. 24 на 0 по крипам на первом месте. Есть тапок. Есть соло ринг. Ну дальше посмотрим. Мега это будет БКБ или даггер. Все зависит от того насколько агрессивно будет играть Вега. Насколько хорошо проплет сейчас. Если будут выигрывать я думаю и почему бы даггер не заиметь. Если будут терпеть то конечно без меги тут не обойтись. Пока что преимущество на стороне команды Вега Сквадрон. И по золоту и по экспириенсу. Кио получи от Ноу Вана еще один удар бы по Кио. Откуда у тебя такая резкая хаста. Кио просто моментально все узнал. Лу Ван лохэпэшный. Сема Зеслеер вовремя. Очень вовремя под Ноу Ваном. Кио уже наверное готовился. Ну как минимум с руки дать. Под зад. Все таки здесь хаста была. Можно залететь было на хэкграунд. И там развалить. В это время Никма сливается. Брист опять. У нас в центре событий. Два фрага для Марша уже имеется. Из трех. Сделанных командой VP Phoenix. Ну. Марш гуляет. Вместе с Феби. Может себе позволить. Батла есть. У Марша нормальный левел. Пятый. Уже практически шестой. И умереть ему не дает Висп. Это его задача основная. Поэтому конечно Марш может и боковать здесь. Ну и в MVP по голде вышли вперед. По экспириенсу 500. В пользу команды Vega Squadron. У Паши третий крипстат на карте. Ну если соло из этого списка исключить. Все таки лесные здесь крипы. То в принципе второе. Отстает только от Бристлбека. Ёл выходит на Кфеене. Ну у Разора нормально тут с мус-пидом. Все хорошо. 358. А здесь? Да здесь побольше кстати. У Клока появляются Транквилл Бутсы. Какая-то шутка от Мага. Первый раз вообще вижу Транквиллы на Клокверке. Обычно либо Фазы, либо ПТ. Что гораздо чаще бывает. А Транквиллы на Клокверке. Удивительное рядом прямо таки. Так. Врывается у нас Энигма. Блэк Холл на готове. Фэби будут пытаться ловить. Фэби здесь еще и под Меллифейсом. Фэби должны развалить. И Марша. Бедняжку оставили здесь одного. А кто ты без твоего Виспара? Скажи-ка. Сейчас посмотрим, как с Маршем будут разговаривать. Марш старается у нас свалить. Ну и здесь тиммейты его уже поблизости. Единственный, кто может его догнать, это Квапа. Ну, Квапе в соло бежать туда смысла никакого. Виспа забрали. Счет стал 3-2. Команда Вега дела свои экономически подправила. Ован на Натса. Маны не хватает у Нуана. Боттл имеется. Но если бы сразу была мана, можно было бы и наорать на Шейкера. А так... А так Натс отошел и будет отхиливаться здесь. Ну, видно цель. Какую выбрал Нуан здесь. Шейкер самый рыхлый оказался в данной ситуации. Правильно, в общем-то, давить надо было его. Марш отправляется на Эншентов. Випи все способы, чтобы фармить. Ищут. И находят. Находят. Марш, в принципе, по фарму. По-моему, на первом месте. Так и есть. 3 800. Даже вот сейчас 4 с копейками уже для Бристлбека. Почти восьмой левер. И Мека тоже готова. Практически готова для Бристлбека. Есть Баклер. Хедреска тоже тут практически есть. Ну и 400 голды остается. До приобретения Мекказма. Ну, Бристлбека уже остались до Мекки. Это будет неплохой такой буст для команды МВП. Как там мейнкерри поживает? Разор только-только вкачал Айф Зе Сторм. Я смотрю, не может быть, думаю, такого, чтобы не было шестого левела. Был восьмой уже левел Разора, но ульту Кфени только-только прокачан. Фейсбуцит для Паши. 100 дэмэджа с руки. На Марша можно выехать. Марша будут ловить. Меднайт пульс под ноги. Блэк Холл. Феби, как ты удачно сюда прилетел. Должны забирать. Развалили у нас Веспа. И Марша тоже должны забрать здесь. Ноу-1, конечно, лоу-хпшный. Марш умирает. Умирает здесь еще и Ноу-1. И лоу-хп здесь Энигма. Ой, как удачный МВП, конечно, ответку дали. Там Бристлбек понаспрейл миллион вообще всяких стаков. В итоге троих потеряли века. Чуть четвертый не отвалился. 1260 МВП в плюсе. Это при том, что Блэк Холл был проюзан. Меднайт пульс лежал. Ну, очень удачно. Я думаю, подошел сюда к ЮО. Это было видно невооруженным глазом. 10 минут цыграно. Давайте артефакты разбирать. У Паши фейсбуцы есть. Есть Пурман Шилд. Есть Батла. Кстати, Кюо будут ловить. Артефакты немножко попозже привязали у нас Кюо. Никуда ты отсюда не денешься. Кюо развалили. И нормально должны заработать за ним. Так вот, у Паши появляется Брасер. Готовится выйти в барабан Эмбер Спирит. Сколько подняли? 815 голды подняли за Лину. У Квапы. Он же No One. 1500 на руках. ПТ-шка есть. Ну, Талисман есть. Так, что такое? Разора просто разбили здесь. Разбили. Делает это Клокер через Кукшот. Делает это Соло через Меднайт пульс. Развалили Разора. Он должен был фармить. Он должен был как-то выводить свою команду в топы. Должен был главной ударной силой быть. После Бристлбека, разумеется. Ну и так вот, за бесплатно отдаваться, это, конечно, перебор. И еще и Таваром. Здесь поддесертничали игроки команды Вегас Кладрон. Т1 внизу падает. На топе Т1 сильно бит. И Паша, по идее, должен его забирать. Я не думаю, что Кио здесь с ним поговорит. А у Кио есть ЕУ. Вот, неприятный. Может быть, момент. Нет, Паша заивейдил. Все, у Паши есть Ремнант. Недалеко у Паши есть Фесты, которые помогают не попадать на лазер-страйкеры. И сразу же... Иван, лоу-хпшный. Сема-зэ-слейер близко. Марш бить не должен, так что до потери пульса. Соло просто наглец полнейший. Не уходит из вражеского леса. Нравится ему здесь. Свой лес как-то приелся. Отправился во вражеский лес. А почему бы и нет? Лишать фарма оппонентов. В инвизе Квапа. У Квапы есть Соник Вейп. Недайд пульс по ноге марш. Марш жирноватый. Здесь сильно слиться. Врывается у нас Мак. Прямо-таки Феник. Феник должен умирать. Фессура легла здесь подстопила. Но уана Соник Вейп пошел от него. Мак отваливается. А со стороны команды Випи Феникс умирает разор. Один в один пока что размен. Я думаю, что в пользу команды Вега-Сквадрон должен быть. Нет, нет, нет. Для МВП. И расходятся. Тауэр игроки Вега-Сквадрон на Мидлейне потеряли. Ну, и одного героя потеряли. Зато забрали разор. А цель не дешевая. По золоту в ноль вскатились игроки команды МВП. Хотя еще недавно выигрывали 3000. Так что Вега здесь молодцом. Ну, и по Экспейм Випи выигрывали две. Теперь 500 преимущества в пользу российского коллектива. Ну, и мейн-артефакты. Ждем, смотрим. Пытаемся понять. Мека есть уже у Сола. Есть у него Солы Ринки. Есть у него Бутсов Спид. Ну, и, наверное, Даггер Энигма собирает. Или Блэк Холл. Там как пойдет. У Мага совсем чуть-чуть остается до Блэйд Мэйла. Транквил Бутсы уже имеются. Квапа от Ноуана после ПТшки собирает себе Аганим. Есть Пойнт Бустер. Есть Стапа Физодри. И осталось 1250. До появления Аганима. Энигма. Мы видели с чем-то. И Дазл пока без ничего. Дазл у нас выходит в... Ну, в медальон. Во что еще там выходить? Бристлбэк с Вангвардом. Кстати, давным-давно этого артефакта не видел. Ну, как и Бристлбэка. Давным-давно не видел. А Вангвард есть. Есть Мекан для Бристан. Тут по классике, скорее всего, это будет Кримзон Гвард. Потом Кераса. Кераса, чтобы всем помогать и самому быть плотным. При наличии Виспа, который отхиливает большое количество дэфа, точнее, и заблокированного дэмэджа. Тут прям великолепное решение для Бристана. Падает Тауэр на нижнем лане. Команда МВП Феникс пыталась забрать его. В итоге Крипам просто подарили. Ну и выход на мидлейн. Мага видит. Нац видит мага. У него есть Фисурка. Ну, стопить его не пытается. Ну, здесь у нас файт уже под Т2. Далековато зашел Марш. Я должен за это поплатиться. Блэк Хоу. Есть, в принципе, у Эник. Но, правда, маны не хватает. Через 200 секунд соло-винг откатится. Можно будет и пофайтиться. Марша не убили. Марша не убили. Эник не лучше уйти отсюда. На самом деле и отхилится. И только потом соло сюда должен приходить. Здесь повезло команде МВП Феникс, что не стали давить. Точнее, команде Вега Складрон, что Фениксы не стали давить. Хотя это так. Это временное явление. Марш никуда отсюда не собирается. Мека, если что, есть. Вангвард есть. Подхил от Веспа имеется. Урнов Шадлс у Фэби тоже есть. И заряды в нем есть. Ну, Брист. Здесь просто под надежной защитой. Вот Веспа. И опять МВП начали давить по голде. Две тысячи в их пользу. И по Экспириенсу снова весы на их сторону передвигаются. 500 преимущества МВП. Это, конечно, совсем немного на 16-й минуте. Но факт есть факт. МВП пока получше смотрится по Экспириенсу. Паша привязывает Марша. Сам, ну, мансит. Пытается что-то выдумать. Почему бы и нет? Крипов можно забрать. Флэнгвард есть. А Марш пусть там сам с крипами разбирается. В это время забрали Лину. И делает это в Соло Клоквер. Как же неудачная Лина здесь все-таки выглядит. Как-то Мак с оляками разбирается очень плотно со своими соперниками. Марш ловит у нас Мелифейс. Отходит команда Вега. Прилетели. Прямо в Блэк Холл. Блэк Холл по троим. Натс. Эхо Слэм. Лоу ХП Энигма. Но он под шалу Грэйвом. Старается сделать и паут Энигма. Может и получиться. Да, улетает отсюда Соло. Вроде врывается. Сюда Паша. Марш под Кримзенгварда. Нормально. Когами помог Мак своим тиммейтам. Фенни под Айвзе Сторм. Должен как минимум разваливать у нас Разора Мак. Так и получилось. Марша могут зажать. Пока что минус 4. Сделала команда Вега Складрон. Марш под Тавр. За Сёма. Сёма под шалу Грэйвом. Нет, не хватает. Одной секунды не хватает. Ну и Марш здесь. На лоу ХП. Но это Бристлбэк. Колючая тварь. А как с ним бороться вообще? Всё. Развалили в итоге Марша. Кио. Слагу на Блэйддом. Бьётся об Коги. Больно, наверное, Кио. Кио будет пытаться здесь убить хотя бы кого-нибудь. Убивает в итоге Квапу. И лоу ХПшная Энигма. Энигма тоже отсюда не уйдёт. Малифейс у нас в Кио. О, под станами. Прыгает. Ноуан после байбэка разбирает у нас мидера команды MVP. Но тут просто жесть, что творится. Здесь 550 в 677 по фрагам подрались обе команды. По-моему, так, 4 в 5. 4 в 5. Стоит ещё упомянуть, что Лину два раза забрали. Наверное, 4 в 6 всё-таки команды Вега Складрон. В плюсе по голде, по экспириенсу тоже в плюсе. Но MVP теряют своё преимущество. Где-то графики вниз должны в сторону команды Вега поползти. Надо это преимущество реализовывать в товара. Пора уже. Близится 20-ая минута. У Энигмы есть Мека, у Клокверка есть Форстаф, есть Блэйд Мэйл. У Эмбер Спирита есть Барабаны. Так, надо собраться толпой и пойти наваливать. А хотя, почему бы и не постоять, не пофармить. Тоже вариант. Тоже вариант. Медалька у Сёмы за Слэйра пока ещё не появилась. Немножко остаётся. Клок, куда ты? Клок у нас в крипов и валит оттуда. Маг просто исчез. Из вражеского леса вдруг напили. Прилетает ракета. Знают прекрасно, где находятся игроки команды MVP. И уже стекается сюда Тима Вега Сквадрон. Сколько там до Блэкхола? 50 секунд. Раться придётся без Блэкхола. А вот Миднайт Пульс тут своё дело сделать. С третьего левела тем более. Неужели не дадут Энигме вообще ничего проюзать, а? Лина забирает у нас Аэгис. Вытягивает на себя Розора. Миднайт Пульс под ноги. И Соло здесь может и слиться. Нет. Выталкивает его Клок. Офигительный тимплей от команды Вега Сквадрон. Не потеряли Энигму. Хотя казалось, что Энигма уже отдался. У Соло минус 147 демеджей. Все эти 147 здесь у Розора. Два удара Энигма покойником был. Марш по Эмберспириту. Ремнанты есть. Где они стоят? Вот есть Ремнант. Эмберспирит сюда и улетает. Эммп решили немножко подавить. Ждёт маг, чтобы ворваться. Но в марш это дороговато себе врываться. У Квапы появляется Аганим. Прыгает Нолан. Наорал на марша. И всё. Развинулся уходить. Половину ХП слили. Ну-ка маг. Ну-ка. Покажи особую уличную магию. Всё. У Энигмы есть Блэк Холл. Есть Миднайт Пульс. Клок должен видеть Фебби. Наверное забрать не получится. Фебби улетает. Ну и маг пока не врывается. Видно было, что Хукшот думал провязать Клок, но вовремя отменил. Ну или просто игрался с командой ВП Феникс. Так, ради собственной забавы. Опять Феникс и впереди на 2000, а по экспириенсу 2000 в пользу команды Вега Сквадрон. Тавер по Мидлейну упал. Я говорю упал. Упал. Куда Клокверк его забирает? Маг просто на опыте. А здесь под Т2 подходит команда ВП Феникс. Ну и на Мидлейне вчетвером собрались. Собрались вчетвером. Идите бейте Тавер. Что думать вообще? Выманивает сюда уже Марша. Ну и Феби прилетает на Мидлейн. Паша просто успокаивает Марша и уходит отсюда. Правда недалеко. Марш здесь в соло. Ну можно и забрать его. Феби конечно на подсейве есть. Не решилась команда МВП. Странно даже. Ну здесь под Т2 уже МВП Феникс. Они уже готовы пушить, как я понимаю. Ну и байт скорее всего на Кио, потому как не высовываются нац. Марш с Феби только-только подходит, а? Игроки команды Вега должны, я не знаю, либо идти пушить, либо идти дефать. Ответная реакция должна быть элементарная. Есть Даггер у Энигмы. Есть Блэкпол. Так надо ворваться. Марш начинает наплевать по Энигме. Даггер сбили. Ну все, Даггер уже откэдэшился. Врыв у нас от зола по двоим. Кио в Блэкполе. Марш в Блэкполе. Марш, давай же ты умри уже. Сколько можно? Кио в итоге у нас выживает. Кио отъехал. Марш лоу хпшный под Кримзон Гвардом. Ну такой непробивной. Такая свинья неприятная. Этот Бристолбэк. Ну и Паша лоу хп уже здесь. Марш же выхиливают. Марш уже фуловый. Это жесть. Что творит Фэбби? Ну и Клоквер. Включил Блэйд Мэйл. Форстафает себя Мак. Подальше отсюда. Надо отсюда уходить. ТП аут делать Клокверку надо. И думать вообще нечего. Т2 уже упал. Тут цепляться не за что. Оно явно того не стоило бы врываться дальше. Продолжать файт. А Фэбби вместе с Маршем на опережение. На Клокверка. А Клок у нас оказался в инвизе. Странно. Как такое могло быть? Кфени лоу хп. Вот это лакомый конечно кусочек. Хочется ворваться. Только есть худшот. Главное чтобы подошел кто-нибудь поближе. Ну и выхиливают Кфени. Пока ты не бьешь лоу хпшных героев. Тут все сделает за тебя вис. Выхиливает и оставит тебя в покое. Можно врываться. Батриас Аут провязал на склок. Кфени зажат здесь. Кфени должны разбирать. Так Кфени, а? Ядри не Кфени. Выхиливают Разора. На хайграунд поднимается команда VP Феникс. Они битые, но не критично. Пайтиться толком не получается. Ни в попы, ни от ульты этой неприятной для соперника. И в итоге не выходит никак задефать без попы свой топ-лейн. Ловят у нас Маршал. Фэби лоу хп. Кио лоу хп. Еще один фист от Паши. Даблкил уже от Паши. Дальше за кио просто бы фист юзнуть. Почти все хп слили у нас уже Эмбер Спирит. Если сейчас Эмбер умрет, то будут проблемы. Нет, Эмбера выталкивают. Марш на лоу хп. Маршал должны разбирать. Еще один удар в спину от попы. Нас лоу хп подметает пульсом. Никуда не уходит Паша. Это минус 4 от команды Вега Складрон. Викет Сикмак. Все классно у Эмбер Спирита. Лайн разменяли на кучу фрагов. И 3 200 по голде. Получили Вега Складрон в этом файте. 4 600 по экспириенсу. Круто. Наверное стоило это того. Теперь самим неплохо бы пойти и начать забирать товара. 24 минуты сыграно. У нас уже 33 фрага. На это приятно смотреть. Это интернешнл. Это важный матч для одной и для другой команды. Тут на кону выход в главную стадию. Тут на кону минимум 50 тысяч долларов. А там кто уже знает, как в основном групповом этапе зажжет одна или другая команда. Дороги остается чуть более чем 2 минуты. Что там по артефактам? Жду не дождусь. Баттл Фьюри есть уже. У Паши 820 голды сверху. Барабаны. Баттл. Мэджик Вон. Фейс Буцы. Ну мелочь конечно для Эмбер Спирита. Ну плюс для команды. Фарм в любом случае уже сконцентрирован. Минимум в одном коргерое. Который в лейте должен быть просто сумасшедшим. И там критами разговаривать с этим плотным брестлбэком немножко на другом языке. У мага в это время уже практически готов. Аганим. 7-3-7. Кда просто крутейший. Форстаф есть. Блейдмейл есть. Да, Аганима немножко остается. Менее тысячи. У Квин оф Пейн есть Аганим. 2-200 на руках у Нувана. Будет Юл не будет сейчас узнаем. Ну в принципе по этой игре не очень-то и нужен. По нижнему лайну в это время отправляется к командам MVP. Терять линию веги нельзя. Одна уже потеряна. Без второго лайна уже будет неприятная ситуация. Там у MVP просто козыри будут все на руках. Заходи куда хочешь, а спушить мид это как-то не проблема. Если ты выигрываешь по золоту, по экспе. Если удачно пофайтился. 16-й левел получить бы Квапе. Но для этого надо участвовать где-то в каких-то процессах. Но уйти из слайна и пойти просто где-то пофармить не может Квапа. Потому что сейчас будут просто заходить и сносить тавера. Марш на лоу КП. Ну и в никуда Соник Вейв от Нолана. Думал зацепит здесь Марша. Нет, не зацепил. И Марш уже фуловый. Какая же ты тварь визит. Что же он делает? Не хилер, это какая-то издевка вообще над оппонентом. Паша уже с Кристаллисом. Есть Криты. Надо драться. Но у Анчих. 20 секунд только будет Соник Вейв. Фэйби лоу ХПшный. Потеряли мага. Есть, если что, у Энигмы Блэкхолл. Миднайт Пульс через секунду. Без Миднайт Пульса сложно драться. Энигма, скорее всего, здесь умрет. Нет смысла что-либо юзать Энигме. Разор просто распилит через Айвзе Сторм. Энигму. Марша привязали. Паша, попробуй развали Марша. Попробуй, ну... Нет, Блэкхолла нет. Блэкхолл от Энигмы будет сейчас. Кстати, сюда уже летит у нас Энигма. Может попробовать Кьюа забрать хотя бы. Не надо только делать Даггер на слепу. И Денулы пошли на разведку. Сюда сейчас прилетит Висп. Сам или с кем-то. Наверное, с Кфени. Нет, Висп прилетает сам. И улетает как можно дальше. Погоня пошла у нас от... Ноуана. Он пока что здесь в Соларе. Нанту от Паши. Надо бы поймать Марша. Жестковатая цель, конечно. Не по зубам. Как бы зубы об него не обломал. Ух, жесть. MVP Феникс 6 тысяч золота. А по экспириенсу Вега впереди на 3. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, я смотрю, у мага никак не может собраться здесь Аганим. Напрягали его в последнее время. Плюс одна смерть очень неуместная. И маг как был в 700 монетах от Аганима так и остается. Марш такой жесткий вообще, жесть. Масло масляное, конечно. Ну, это факт. Кримзангвард у него есть. БКБшка есть. ХП много. Мека есть. Плюс Виск все время рядом летает. Лучше, чем Фонтан хилит своего тиммейта. Реген тоже очень плотный сам по себе. У Бристалл Бека 12.9. Ну, без каких-либо реген артефактов. Дайя's middle tower is under attack. 600 голды остается магу до появления Аганима. Не сказать, что он там такой краеугольный какой-то артефакт, который поменяет все. Сначала до конца нет ничего такого. Ну, нормальное хорошее время КД, а тут 6 секунд с Аганимом. Ой, точнее 12 секунд с Аганимом. То есть в файте пару раз. Сейчас можно провязать ульту. Т3 по нижнему лайну разваливается. На марше пошел врыв. БКБ от Энигмы. Блэк Холл по маршу. Кио тут даже. Фенни под БКБ. Марш на лоу ХП. Марш юзает БКБ и его выкиливает Фейк. Еще и от наца пошел. Здесь эхо слэм. Пока что минус хва пас. Скорее всего еще и минус соло. Марш на лоу ХП. Марша убили. Кстати, минус 3 делает команда Вега Сквадрон. Ну ладно, не зря байбекался. А Квенни тоже надо убивать. Пенни вместе с Фейби отсюда улетает. Наверное, не надо возвращаться здесь. Разору, я думаю. Все, Разор отсюда уходит. Фейби будут ждать. И дождутся. Быстро должны справиться с Фейби. Куда? Просто под Глимеркейпом у вас нет просветки. Чуваки. Это провал немножечко. Немножечко, чуть-чуть полностью. Не прочекали или недопоняли. Короче говоря, на тупом абсолютно у нас Висп. Отъехал, развернулся и улетел на ТПшке. Я такого, таких спокойных... Такого спокойного развития событий я еще не наблюдал. Висп вообще без печали. Является Дейдалус наконец-то у Эмберспирита. Уже с руки хороший дэмэдж для Эмберспирита. Уже и фисты будут более-менее дамажащие. ДД-шку. Клок успел забрать? Я думал, что Висп прозабьет. Клока уже есть Аганим. Паша пошел дальше фармить. Но это его основная обязанность. Паша должен был фармивать артефакты такие, чтобы с одного удара разваливать всю команду МВП. Я думаю, там, если надо будет рапируй, и за рапирой дело не станет. Ох, ребята, Киев-Москва. Уже 4 часа утра. Это нормально. Вспоминаю старый Добрый Интернешнл, когда у тебя глаза бордового цвета, а под глазами такие мышки, что картошку там можно проникнуть. Ну, вот оно времечко. Ждали. Весь год ждали, дождались. Испытание для бывалых. По нижнему лайну опять МВП. Все-таки мозолит эта линия им глаза. И неудивительно. Во-первых, это боковая линия, которую, если снести, то шансы у команды Вега уменьшаются очень серьезно. А во-вторых, тут уже нет Т3. Просто бей, беги. Зайди на хайграунд и пытайся напинать. Марша, если будут сейвить, а конкретно Фэби, если будет этим заниматься, Марша не так-то просто будет разобрать. Штемпер Спирит пошел нас наваливать. Отврывается у нас в Розора сразу же... Сразу же Мак. Лоу-КПшный Кфени. Просто дайте удар ему. Марш лоу-КП. Фэби лоу-КП. Ну, пока не могут слить. Ноу-Ан, где твой ульт? Наорал на всех. Ноу-Ан, пока бесполезно. Кио развалили. Кстати, развалили еще и Фэби. А вот теперь и Марш. Посмотрим, кто ты вообще без своего виспа. Погоня за Маршем дальше. Ловят его. Марш в таверну. Минус три от команды Вега-Сквадрон. По голде подняли. Я думаю, тут полмиллиона. Это точно. 2700 по золоту. 4700 по экспириенсу. Классно. Классно, классно, классно. Тавера... Не Тавера, а Барак продолжает стоять. У Барака есть свой реген. Поэтому не скоро здесь еще MVP Феникс окажутся. И по голде Вега отыграли приличное количество. По экспириенсу 7500 в плюсе Вега. Это самое оно, брино. Ну, немного, конечно, еще в веки надо додавить, чтобы по голде стать в плюсе. Там, гляди, замаячит Интернешн. Но они должны быть на таком подъеме, на самом деле, моральном, на котором не были весь сезон. Ожидает крупнейший турнир. Просто дойдите до него. Вы уже выигрываете 1-0. Не тупить, не сливаться. Это главное условие. Смешно было бы здесь где-то не доработать, не дофармить. Быть не до конца сконцентрированным. Слишком дорога сейчас цена ошибки. Почти готов агоним для Нуана. Здесь есть агоним у Клока 2000 сверху. Для мага у Эмбер Спирита. 1300 после приобретенных Критов, после Дайдалуса. 19-й левел. Кстати, тут нормально себя чувствует Паша. Он и по Нетворцу первый. Уступает ему марш. Ненамного, но все-таки уступает 17-го левела он. И до сих пор с рецептом на Керасу бегает. И пока ничем этот рецепт не пополняется. Плейт Мейл и рецепт на Керасу. На Хиперстоуна еще фармить надо маршу. Но дадут, не дадут. Тут уже от команды Вега. Многое зависит. Как там Энигма? 2000 есть у Энигмы. Блэк Холл есть. Мекки. Нет, и не имеется. Подождите, а Мека вообще у кого-то есть? Нет, Мекки нет в принципе. Странно. Очень даже странно. Познавато уже. Марша цепляет. Феби должен забирать марша. Я думаю, что он релокейт сейчас. Уже будет юзать. Юзать, релокейт. Ну и будут ли убивать Феби? Не будут. Сейчас узнаем. Нет, просто отходит команда Вега. Драться неудобно. Вытягивает на себя. Ну и на развороте. Почему бы и нет? Марш сливает больше половины ХП. Феби его выхиливает. Тут у марша, конечно, реген чокнутый. Фулловый уже марш. Хотя только что тут вообще ходил доходяга. При смерти был. Золото МВП. Две пятьсот. Экспириенс тринадцать тысяч. В пользу команды Вега Сквадрон. По лвлам все хорошо. Формят хорошо. Дерутся тоже неплохо. Двадцать пять на семнадцать. Ну, здесь Бристлбэк. Бристлбэк и Лина и Кфенина на Розоре опережают и Мага, и Мидера команды Вега и Соло Леснова. Ну и на первом месте Паша. Тот, кто должен фармить, тот фармит. Вторые криты начинают появляться у Эмберспирита. Кристалис уже имеется. Два Дайдалуса будет для Эмберспирита. Это, я думаю, тут по классике будет. Два Дайдалуса, два Баттлфьюри. Да и все. И думать, в принципе, нечего. Там потом, может, и... Что это ты так за парень такой выбрался? Откуда ты? Кто ты вообще? Дальше побежал, да? Да, и исчез. Нормальный вообще хлип такой. Напугал меня, чертяка. Т2 на топлей не падает в пользу команды МВП. И внизу Т2 падает. Команда Вега будет разменивать ничего на целый лайн. Потому что... Феби вместе с Маршем прыгает у нас на нижний лайн. Будет пытаться их поймать. Марш разрывает связь с Феби. Пошел врыв. Да врывайся уже, плот. Делай что-нибудь. Феби улетает вместе с Маршем. Там барак забрали. И Паша очень не встать сюда прилетел. В итоге линию команды Вега-сквадрон даже не начала пушить. А свою линию практически потеряли. Ранжевой барак спушили. Игрыки команды МВП. Ну так, наверное, будет и дальше. Будет играть, 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 играть. А потом раз и прилетел. И убил бараки. Ну... Это такая особенность героя под названием Висп. Даггер появляется у Лины. Плейт Мэйл куда-нибудь непонятно. Возможно, это будет Шива. Но, скорее всего, потому что Кераса уже есть на Бристаллбеке. Уже не нужна. 2 200 у Марша на руках. Марш по-прежнему отстает от Паши. Паша тут за всю команду старается. 2 600 по голде на руках. Совсем немного до Дэйдау. Со второго остается ему. А Эго пропадает. Только-только исчезает Эго. И есть ли где-то Римнанта? Ну-ка, ну-ка. Надеюсь, что есть. Потому что за Эмбер Спиритом уже выбрались. Да, Паша у нас улетает на собственный Тавер. Тавер на собственный трон даже. Врыв в Марш. 5 самого Жирного выбрал здесь Мак. Феби притык в Марш. С Маршем ничего не сделаешь. Блэк Холл по двоим. Феби надо убирать. А Марша потом соло разберем. Все, Феби развалили. Валит отсюда Энигма. Марш пытается отсюда уйти. Киотчик с Лагуна Блейд. Быстренько забирает Энигму. Он все уже вхастовал. Эхо слэм пошел у нас от Шейкера. Шейкер лоу хпшный. Шейкера забрали. Забирают также Ноуана. Три в три пока что размен. Паша живой. Паша через фисты. Зайвейдил лайфстрайкер. И Сема Зе Слеер недалеко. Шалу Грейв есть. Паша старается выкелиться. Файт три в три. Наверное в пользу команды Вега Сквадрон. Я думаю нет. Ничего подобного. Больше заработали МВП в данном файте. Ну лайн стоит центральный. Продолжает еще стоять. Милишный барак на нижнем лине. Ну и Эмбер Спирит отправляется на топ отпушить. Деньги на второй Дайдалус сейчас уже будут у Паши. Все они есть. Они есть. Оставить на байбэк. Правда есть смысл деньги. Но кто знает. Вдруг надо будет идти ол ин и никаких байбэк. Либо я убиваю. Либо меня убивают. И мы идем на третью карту. Надеюсь что так не будет. Все. Сразу же Паша. Сейвова играет. Санза улетает на ремнант. Кто знает зачем Кио пришел. Вряд ли просто-напросто поговорить. У Лины Лагуна Блейд. У Лины Аганим. У нее давным-давно уже 16 левел есть. Поэтому бьет она очень сильно. 950 демеджа в лицо. Можно не вынести. Кто-то улетает. Под смаком НАЦ. Под смаком Кио. На линии. Отправились на мидлейн. Не прекращает Соло свою диверсионную деятельность. Просто забирает фарм. Во вражеских лесах. И уходит отсюда. Все. Спокойненько тэп аут. А здесь у нас файт на центральной линии. Развалили. Мага. Это плохо. Это очень плохо. Без мага драться неудобно. Байбеки. Если есть. Кокверка есть байбек. Если пойдут пушить. Я думаю тут дело не станет за этим. По золото. По золото. МВП немного выигрывать. Всего лишь 3000. По экспириенсу до восьмерки скатились вега. Выигрывали. Обратите внимание. 12 с половиной. По нижнему лайн уже заходит марш. Но он готов встречать его. Есть Sonic Wave. Блэк Холл есть у нас у Энигмы. Прилетает сюда Паша. Марша надо ловить. Главное изначально Фэби поймать. Вот этот доходяга неприятный. Просто жуть как. Есть даггер у Энигмы. Собрать всех вместе не проблема для него. Главное чтобы более-менее рядом стояли игроки. А там как раз под Пашу, под стяжку, под ту же Квапу с Sonic Wave 3 левела плюс Аганим. Там же соло обо всем позаботится. Роха появился. Роху прочекали. Вега Сквадрон об этом знают. Не уверен что знают об этом и НП Феникс. И Шива появляется у Розора. Дефа много. ХП тоже. Достаточно для Розора. Это и Аганим тебе, и ПТ, и... БКБ, и те же Драма Фендеранс. Все там на силу есть. Немножку по чуть-чуть все это и складывается. 2500 ХП. Плюс дефа миллион. Не очень понимаю чем будут пробивать Розора. Разве что криты. Эмбер Спиритовские. Но Эмбера уже 3800 на руках. 3900 даже для Паши. Нужно пойти и пофайтиться. Ремнант первого левела только-только сейчас второй вкачал. Паша. Суть не в дэмбже. Здесь НОЛАН. ВКБ на Акфене. Файт разделился. Прыжок пошел у нас от Клокверка. Клок на Наци. Наци могут забрать. Рогу на Блэйд. Ловит у нас Клоквер. Лоу КПшный Кьюо. Зарядил. Вот это я понимаю жестко конечно. Зарядил. Прямо в Блэйд Мэйл. Хотя по-моему под БКБ Лина зарядила или нет. Кьюо как-то моментально потерял КП. Погоня за Соло. Марш скорее всего Соло здесь заберет. Где в это время Эмбер Спирит. Приходи Паша. Ты нужен своей команде. Паша ну куда ты а? Минус 2 делает команда Вегас Кладрон. Сами теряют кого-то одного. Я не понял. Хотя по-моему никого не потеряли. Просто 2 в 0 подрались. Так и есть. Ища голды. 2500 экспириенса. Никого не потеряли. Забрали Виспа. Забрали Шейкера. 2 саппорта. Но все же приятнее чем ничего. 25 тысяч Паша. По фарму. И у Эмбер Спирита появляется. 5000 на руках. После Дайдалуса. Дайдалуса под номером 2. Башер у Бристлбека. Пора уже использовать свои сильные стороны. А сильная сторона это ульта. Которая дает скорость атаки. Скорость бега. Скорость всего для Бристлбека. Маг продолжает чекать руку. Марша видит здесь. Нолан прыгает на Марша. В БКБ от Нолана. Баш прошел сразу же. Нолан старается отсюда уйти. Фенни под БКБ. Возле Когов стоит. Марша пытается поймать. Есть ли Блэкхол? Да нет. 90 секунд не будет Блэкхола. Драться придется без него. Потеряли Мага. Ну все. Мазеслайер старается сделать ТП-аут. Поднимает у нас еще и Нигму. Если что даггер есть. Улететь получится. Один в один пока что размен. Убили все-таки Розора. Кто это сделал? Неужели Паша? Да, Паша убил Розора. Получилось 650 голды. Дополнительные денежки для Эмбер Спирита. Только в плюс. Уже есть алтимейт орд для Эмбер Спирита. Скорее всего будет куплен. Не лепишь. А в Заскаде на данном герое. Ну, ХП надо. Надо под сейв. Надо ХП. Ну, не знаю. БКБ может быть для Эмбер Спирита. Тоже было бы неплохо. С другой стороны. А в Скаде еще и статы дает. В виде маны. В виде того же дефа. БКБ такое с тобой не делает. Выход на марш. Все мазы слэй. Плюнул на Бристалбека. Для него это радостно. Когда на него плюют. Ну и команда Вега Сквадрон забирает Роху. Без проблем. В это время марш у нас филит Тавар. Феби через 3 секунды будет отсюда улетать. И марш отсюда заберет. Половину Тавара потеряли. Половину Барака точнее. Ну, не критично. Она уже столько натерпелась. Этот Барак столько натерпелся. Но Ван ловит у нас все. И Блэк Холл от Соло. Не дал провязать лагу на Блэйд Кио. Еще и Паша забирает этот фраг. У него уже Бион Годлайк. Я так понимаю, на горизонте где-то. 12-2. А в Скаде есть. 2 500 есть. На байбэк деньги имеются. Как удачно ворвался Соло. Фактически засейвил Ноу Вана. Понятно, что через лагу на Блэйд. Ноу Ван убивал бы своего... Не Ноу Ван, точнее, убивал бы. А убивал бы Кио Ноу Вана. Соло здесь просто правое дело сделал. У Эмбера уже с руки очень много. Уже 250 с руки. Даже чуть-чуть больше от Паши. 25-й левел есть. Бей не хочу. Врывается у нас на мид лейн Паша. Будет цеплять Марша. Марш БКБ. Какая разница, если ты физухой бьешь. БКБ это не БКБ, а Маршу на пенале, а? Маршу на пенале. И БКБ заканчивается у Марша. И Феби пытается здесь улететь. Релокейт не проюзал в итоге. Феби точнее проюзал. Но остался здесь с этим релокейтом. Проюзанным уже после смерти. Минус 3 от команды Вега-Сквадрона. Надо просто идти и давить. Мид лейн стоит. Мид лейн ждет тебя. Т3. Потом сразу же Т4. Бристлбека заставили байбэкнуться. Нормально так Марш по голде просел. Здесь для Вега очень приличные плюсы будут. Без Бриспа, правда, Брис не настолько агрессивный. Но Блэк Полу-Тенигмы через 80 секунд. Долговато, конечно. Аганим есть у Соло. В это время Т3 забирает команда Вега-Сквадрона. Т4 по данной ситуации нет. Суслы и Тикриты по 1050. Вылетают у нас у Тембр Спирита. Марша поймали. Соник Плейф от Ноуана. Марша надо убивать. Если убить Марша, то можно выиграть эту игру уже сейчас. Паша на лоу ХП. У него есть Аэго. Кфени. Плюс 168 демджа. Аэго сбили. Минус 3 уже от команды MVP. Сейчас встает Тембр Спирит. Тембр Спирит улетает на Ремнант. Поднимают из ветра у нас Лину. Лина лоу ХПшная. Ну неужели и Пашу заберут? Да, забрали. К тому же еще и Пашу. И улетает отсюда Нуан. И бежит отсюда подальше. Ахлок. Лишь Бэймберни возвращался на Марш. Прилетел Марш. У Марша нет байбэга. Марша забирают. А Марша не будет 105 секунд. Паша просто должен через 30 секунд на ПТ лететь и разваливать всю эту движуху. Разора принять. А дальше не о чем говорить. Минус 2 стороны у команды Вега Складрон. При этом только Т3 на центральной линии от команды MVP развалился. Я думаю, очень драматичная будет развязка. Ух, жесть. 51 минута уже сыграно. Уже 4 с копейками в Киеве и в Москве. Ждем. Верим. Надеемся. Упороты. Завтра понедельник. Завтра рабочий, учебный, да какой угодно день. Ну, такое событие. Такое не пропускается. Четвертая СНГ команда претендует на то, чтобы попасть на основную часть. Чтобы сразу 4 СНГ коллектива было в групповой стадии турнира The International. Номером 5. The International с колоссальными призовыми. У СОЛО есть Блэк Холл. У него есть Агонин. Память Найт Пульса. Это будет очень жестко. Тот же Кфени от Розора вообще без хп останется. Прыгает у нас СОЛО на всех. Кфени и Феби отправляются в таверну. Кью отправляется в таверну. Байбек от Розора. Байбек от Кью. В это время Паша перед бараки. Надо просто сносить бараки. Пускай там Кью с Кфени мучаются. Eye of the Storm есть. У Розора не проюзан. Вот теперь проюзал у нас Eye of the Storm. Ну, заставили байбекнуться двух главных героев. Где в это время марш? Марш без Феби никуда не полетит. Где марш? Ресталбек так здесь пытается гоняться. Улетает отсюда Клок. Нет, Клока отсюда не отпустят. Клока поднимают ветра. И Клока забирают. Заставили зато байбекнуться Розора. И заставили байбекнуться Кью. И байбеков у команды MVP нет в принципе. Удачно подраться. Прокнет где-то Крит. Сразу лететь. И разваливать товара. Даже и выдумывать нечего. Правда, крипы не подпушили. Но здесь Паша разберется. Паша уже есть в БКБ. БКБ 10 секундный. Только-только кукли. А в Заскаде есть. В Фьюри тоже есть. Байбека нету. Паша еще 4 минуты не будет. Терять нечего. Эмбер Спириту просто надо жить. Ульта опять у нас от Клопы. Паша снова на Квене. 1111. Такой урон у Этембер Спирита с Крит Аулета. Еще один удар. Марш с половиной ХП. Сема Застейер стопит у нас его. О! Сема Застейер. Сема Застейер живой. Пашу будут разбирать. Паша, беги отсюда. БКБ что хочешь вообще делай. Выживать надо. БКБ пошел у нас здесь от Паши. Пашу по идее не убивают. Зато падает третья сторона. Но здесь просто я не знаю как воевать против такого количества ДДшников. Привязали Марша. Паша нормально выкилился. У Паши нормальное количество ХП. Фенни должны забирать. Фенни забрали. У него нет байбэка. 5 копейками минут. Марш тоже у нас бежит поджав хвост. Мидлы не потеряли игроки команды Вега. Ой, какая драма у нас здесь разворачивается. MVP Феникс. Почувствовали, что могут слететь. И тут давят, 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 давят. Никуда им не деться от этого. Действительно очень важный матч для них. Это возможно последний матч для них. Байбэк у Квапы. Байбэк у Мага. Не коргерои конечно. У Квапа пожалуй один из. Да и Маг тоже наверное один из. Важно, чтобы у Паши был байбэк. А будет он у него через 2,5 минуты. Даже больше через 2,2,40. Стоят бараки. Очень предательские для команды MVP Феникс. Стоят бараки на медлейне Вега. Не собираются никуда ложиться. Им и так неплохо. У Квапы появляется не крономикон еще и 2-го левела. Но Ман тут просто по хардкору пошел. Можно и 3-го купить, но для этого надо потратить важные деньги. Тогда не будет байбэка. Можно убить марша и сносить к чертовой бабушке все строения MVP Феникс. Ваша здесь. Но Ван тоже здесь. Разор появился как? Откуда вообще? Просто что ли отреспаунился? Тайм? Время его пришло. Паши байбэка не будет достаточно долго. Еще 1 минута 20 секунд. За это время бараки-то точно развалятся. Крид прошел по маршу. Надо продолжать. Ноу-1. Пьюр дэмэджем вристалбэка. Ноу-1 ловит у нас Баш. Все, Мазеслэйр. Паша, развернись и бейся. Сейчас сольют всю команду. Пашенька, пожалуйста. Сделай что-нибудь. Ну и просто отходит команда Вега-Сквадрон. Чем дальше тянуть, тем хуже будет. Врей пошел у нас в марш. Марш, если убьют, можно игру просто идти и заканчивать. Марш. Пилит этот барак. Барак на 7 хп. Барак умирает. Барака нет. 90 секунд не будет у нас вристалбэку. Вристалбэка есть байбэк. Правда, минус 3 сделала команда Вега-Сквадрон. Надо идти и просто пушить. Пушить чем только можно. Все. Рапира, не рапира. Надо думать что-то. Да. Эмбер Спирит приобретает себе... Приобретает себе Сакрит Релик. Деньги есть. Выложил БКБ. Рапиру взял. БКБ лежит. Да и хрен с тем БКБ. Рапира на Эмбер Спирите. Просто идти и сносить все. Т4 стоит. Иди и вали его. И думать нефиг. Все вместе собрались и пошли. Просто надо быстрее это делать, чем сделает Феби вместе с... Маршем врыв сюда. Ну 20 секунд не будет у нас Феби. Я думаю сразу же будет байбек от Бристалбека. Кто быстрее спилит тут такое уже. Глиф правда есть у команды МВП. Это неприятно. А здесь голый трон стоит. Голый трон. И на сейве только Энигма. Ой какая драма у нас разворачивается. Байбек пошел от Феби. Надо держать... От Марша. Надо держать Марша. Там трон пилят крипы. В это время файт продолжается. Где находится Эмбер Спирит. Эмбер Спирита под стопили. Эхо слэм по Паше. И Пашу если сейчас убивают. А Пашу сейчас еще не убивают. Паша у нас делает ТП аут. Паша отсюда уходит. И Паша будет за трон сражаться. Фенни прилетел бить трон. Ну и лоу хп. Развалили к Фенни. На Кио врыв. Кио пилит трон. Собака. Отойди от него. Убивают Кио. И... Да блин. Да блинский. Трипл килл от Паши. Но трон все-таки падает. До чего хитро задаете MVP. Феникс. Расковыряли трон. Вот это я понимаю развалы. Вот это уже интересней. Да конечно хотелось чтобы Вега побыстрее все закончили. Но... С другой стороны Дота это как бы... Эмоции. Ну и здесь эмоций было предостаточно. Хотя совсем немножко не хватило. Команде Вега Сквадрон. Чтобы по-быстренькому... Отправиться в основную часть. Ну я думаю тут собственно разбирать-то нечего. 57 минут. 27 секунд. Всего было до хрена. Что собственно можно сказать. Глаза уже где-то около бордового уровня. По... ГПМ. Как там дела обстоят. 700 по-моему было. Да у Эмбер Спирита. У Эмбер Спирита 747 ГПМ. И... Ну и здесь Бристлбек 528. Просто задавили мясом. Ну Эмбер Спирит единственный. Кто-то плотно фармил. В составе команды Вега Сквадрон. Остальные не подтащили. Ну что друзья. У нас сейчас через я думаю минут 5-6 будет последний матч сегодняшнего игрового дня. Последний матч и последнее место. Разыгрываться на основной этап. На групповой этап. Команда Вега Сквадрон против команды MVP Phoenix. Phoenix показали, что сейчас Вега показала, что может и подслить на самом деле. В первой игре вроде как без шансов MVP наказали. А во второй взяли да и дофидели. До того, что теперь решающая игра. Если не возьмут в кулак. Ну вы поняли что. То могут и не попасть. Пусть лучше попадут. Надеюсь. Все. Небольшая пауза. Отдых 2-3 минуты. Сильно там не засыпайте. Вернемся в эфир. Ну... Очень-очень скоро. У нас последняя игра. Не переключайтесь. Не забывайте подписываться. До связи.